К сожалению, как бы мы не пытались работать на земле аккуратно и в перчатках, все равно пачкаем руки. И поэтому ладно бы в выходные, но особенно перед работой нам нужно быстро и без нервов привести их в порядок. Поэтому я предлагаю рассмотреть несколько самых простых и доступных способов, как после дачно-огородных трудов привести руки в порядок и выйти из огорода самое что ни на есть белоручкой. Итак, начну с самого простого, что только можно придумать. Это после трудового дня поскрести кусочек мыла. И тогда вся грязь, что есть под ногтями и вокруг них легко смоется. Этот метод, конечно же, действующий, но если честно, хочется что-то более быстрое и эффективное, а не устраивать пастирушки после каждой работы в огороде. Поэтому можно пойти другим путем. И взять 50 мл 3% раствора перекиси водорода, добавить туда капель 10 нашатырного спирта и можно даже добавить еще немного мыльного фейри. Все это тщательно перемешать и почистить в получившемся растворе руки. Он очень хорошо отмывает и даже микропотемнения становятся светлыми. После чего нужно просто вымыть руки с мылом и смягчить любым питательным кремом. Далее, из самого простого, что приходит на ум, это лимонный сок. Но это не самый лучший вариант, так как он оттирает далеко не все, да и тоже сушит кожу. При этом нужна не маленькая долька, а как минимум половинка лимона. И нужно подержать пальчики прямо в такой вот лимонной ванночке. А если же под рукой лимона не оказалось, то его можно заменить обычной лимонной кислотой, которую мы используем в кулинарии. И для этого нужно взять 1 чайную ложку, немного смочить ее до состояния кашицы, нанести на пальцы и пару минут потереть. Также в эту кашицу можно даже добавить каплю растительного масла или крема. Подержать минуты 3 на руках, как маску, и смыть. Ну а если уже совсем не охота заморачиваться и делать какие-то специальные растворы, то можно воспользоваться уже готовой чистящей пастой. Например, в этом году я приобрела такую супер чистящую пасту для рук с мягким скрабом, который называется Альбо Чистоник от фирмы Ваше Хозяйство. Раньше я тоже покупала готовые пасты и кремы, но прям вот такого супер эффекта не встречала. То чистят они так себе, то запах не очень. А вот эта паста Альбо, она очень хорошо очищает любые загрязнения рук. И не только от земляных работ, но и от разных масел, лаков, смол, клеев и так далее. Для чего нужно буквально капельку нанести на руки, затем растереть его по пальцам, массируя самые грязные места и смыть водой. Мягкий скраб хорошо отшелушивает остатки грязи. А кожа сразу как смоешь, становится более светлая. И вдобавок у этой пасты еще и очень приятный запах. А из-за того, что для разовой очистки рук нужна всего лишь небольшая капелька, то вот такой тюбик объемом 150 мл, я думаю, мне хватит на весь сезон. А ссылку, где я выписала эту супер пасту, то есть на сайт фирмы-изготовителя, я оставлю в описании к этому ролику. И наконец, когда уже у нас на огороде вырастет первая зелень, например, тот же щавель, то можно будет взять несколько листочков, растереть их в кашицу и затем протереть ею руки. Ведь щавелевая кислота хорошо разъедает растительную грязь. То есть это, можно сказать, такой природный отбеливатель. Ну а в завершении предлагаю нам всем обменяться опытом и поделиться своими секретами чистых дачных рук. Быть может у вас самый лучший помощник – это зубная паста, спирт или же сода. Или кто-то порекомендует уже проверенный качественный крем или пасту. В общем, оставляйте в комментариях ваши способы удаления въевшейся грязи, так как сезон у нас только начинается. И сейчас все варианты нам пригодятся как никогда кстати. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.